доброго дня друзья сегодня понедельник и сегодня обзор рынка со мной георгием вербицким будем смотреть на тренды будем смотреть и думать как заработать на предстоящей неделе и так ну как обычно в начале я говорю такое небольшое предисловие и сейчас хочу поговорить вот о чем вот сейчас первая треть декабря обычно в декабре развиваются хорошие тренды присти к концу года они набирают такую силу и в общем то были предпосылки для этого то есть например нефть я ожидал что будет сильно расти и потом bitcoin тоже в общем то подавал надежды и вполне мог хорошо закрыть год но как-то вот что-то пошло как говорится не так и последняя вот история это сильное падение биткойна вот буквально несколько дней назад резкая такая свечка с закрытием маржинальных позиций и так далее так далее ну все в общем как мы любим и в общем то это ничего такого вот страшного как бы нет для биткойна это в общем то вполне себе обычная история но что-то вот мне как-то вот чуть-чуть не по себе от этой темы и вообще от такой вот последнее время появилось такое ощущение что начинается какой-то новый цикл и не очень понятно что он нам несет вот поэтому я на рынке сейчас смотрю с достаточной долей осторожности и как бы не спешу там быстро выкупить просадку как и как обычно необычно но часто я это делал в общем для меня есть интрига я не могу пока это сформулировать но какая-то вот такая интрига на рынках появилась и скорее не очень хорошие могут быть какие-то события в ближайшее время которые повлияют негативное и все что у нас было до этого вот эту концепцию то что того что на рынках происходило могут очень сильно переписать но это опять же мои догадки просто хотел с вами поделиться ну давайте теперь придем как говорится к конкретики посмотрим тикеры смп картинкой здесь с большой волатильностью видите волатильность сильно выросла вот в этом участке явно что рынке колбасит то ли от омикрона то ли от еще чего-то но в общем такой сетап хорош для продажи волатильности но наверное для каких-то направленных движений слишком сильная большая волатильность здесь вот поэтому я бы на не стал бы сейчас ничего делать ну технически чисто эта картинка очень похожа на то что было вот здесь например плюс минус такие ситуации повторялись может быть там вот тоже здесь были чуть повышенные объемы очень похожи да и все как бы вроде как говорит за то что дальше пойдем опять вверх ну вот честно какая-то вот чуйка что не знаю я как-то вот предпочитаю не играть в эту игру сейчас потому что мне кажется потенциально да может вполне быть так что начнутся ближайший месяц какие-то события достаточно судьбоносные для и для америки в том числе и для рынка поэтому как-то вот воздержусь я наверное трейдов на смп-500 да в общем-то достаточно давно я уже не торгую этот график ну непростой он просто для торговли наверное ничего такого сверхъестественного хотя вот это вот тренд достаточно легкий ну вот как-то не идет раз не идет делать не надо нефти вот у меня там красивые графики за вверх фундаментально конечно нефть должна двигаться вверх вверх это фундаментал заверх фундаментал за продолжение снижения резкое вот это падение ну как бы посмотрим что победит любом случае я думаю что здесь будет скорее всего коридор какое-то время коридор торговать только если опционами тоже не самый лучший график для торговли золото да в общем-то ничего не поменялось предыдущего понедельника кисленько смотрится золото никакого определенного тренда здесь нету ну bitcoin здесь были интересные моменты прежде всего вот такое вот сильное падение до 47 это было падение дальше это закрытие маржинальных лангов есть такая механик рынка кто не знает если у вас много плечей вас начинает закрывать ликвидировать и если многих ликвидирует одновременно на каком-то движении сильным ну появляется вот такая вот свечка прострел такой вниз до 42 на деребите ходил даже до 40 практически то есть такое мощное резкое сильное движение когда всех закрывает по маржин колу надеюсь у вас не закрыла значит что у нас по картинке вырисовывается но во первых вот это вот то что я рисовал это граница коридора в общем-то она так и отработала то есть цена задержалась выше нее нижняя граница коридора будем смотреть если будет сползание вниз делал конечно так себе честно сказать если будет такой ровный четкий отскок вверх то в общем то здесь можно наверное аккуратно что-то подбирать опять же вот да почему-то мне кажется что надо подождать в этот раз да не покупать не buy the dip хотя ну что может случиться с биткойтом в общем-то ничего страшного точно не произойдет с ним а вот ситуация с на паре bitcoin эфира она в общем-то достаточно интересного сейчас я покажу график эфира доллару да то есть тоже была просадка сильная сразу резкий возврат обратно в коридор но эфир отработал гораздо лучше вот эту вот ситуацию с просадку кстати многие считают что эта просадка была из-за того что вроде как вы выяснили что тор можно блокировать но вот честно сказать не уверен я что такая причина блокировка тора но вот такие слухи ходят как бы не знаю для меня лично пока это не не очевидная история понятно что пока есть интернет сеть будет работать сеть биткоина поэтому в общем тоже здесь чего паниковать непонятно а вот смотрите эфир bitcoin здесь вот такая вот была был взлет до 0 3 и такая большая проторговка 0500006 можно сказать 0608 и теперь смотрите я уже говорил об этом предыдущих выпусках в общем пробитие похоже состоялось потому что раз свечка и вот еще несколько дней то есть вчерашний день все еще мы выше вот этого уровня 08 так что о чем это говорит фундаментально эфир выглядит лучше и поднимет потенциал прорваться как бы дальше и скорее всего движение будет тоже достаточно мощная так что подумайте еще раз над соотношениями эфир bitcoin в портфеле возможно что эфир покажет гораздо лучший перформанс чем bitcoin давайте смотреть дальше что у нас еще интересного у раним выглядит очень грустно уран были идейки что сейчас мы супер тренд увидим вверх но пока техническая картинка показывает наоборот разворот поэтому уран не интересен парус сет менеджмент один из лидеров на рынке коллективных инвестиций премьерным фондом является запив парус пози н в которой упакован главный логистический центр компании озон инвестиционные консультанты заявляют о доходности до 24 и 8 десятых процента годовых она складывается из чистого дохода от аренды выплачиваем его на брокерский счет ежемесячно и прогнозируемого роста стоимости актива это инвестиции в реальную недвижимость пайщики фонда становятся совладельцами реального актива класса а стоповым арендатором с договором аренды на 10 лет по и фонда доступны квалифицированным инвесторам в любом инвестиционном приложении подробности по ссылке в описании к но крипто рынок практически весь попадал вслед за биткоином попадали в том числе и токены по которым мы говорили вот сильно упал пирс сильно упал hnt helium луна упал но при этом вот смотрите сразу почти было выкуплено и обновили максимума то есть вот это вот тоже интересный момент обратите внимание на такую вот стойкость луны и это как бы показатель по крайней лично для меня что вполне себе может быть очень перспективный этот тикер раз его так покупают на просадках российский рынок здесь как бы все гораздо сложнее с точки зрения политической экономической ситуации по крайней мере мы точно знаем где есть угроза угрозы есть от потенциальной эскалации с украиной до а эскалации с украины ну на мой такой частный взгляд она неизбежна то есть вы решение вопроса спорных территорий неизбежно решение вопроса донбасса неизбежно вопрос лишь когда это произойдет и насколько болезненным будет для россии это решение поэтому ну что технически здесь просится какая-то проторговка и продолжение тренда вверх да вот такая какая-нибудь история чуйка говорит что возможны сюрпризы вот сюрпризы если будут то это будет куда-то вот сюда поэтому что поэтому сейчас заряжаться слишком слишком заряжаться вверх я бы на не стал бы посмотрел бы как будет двигаться цена если бы медленно идти вверх то можно потихонечку начинать докупать если будет медленно и плавное движение вверх не резкая пока резкий отскок но был но это окей как бы мы говорили на прошлом видео что удивит хорошая точка входа была это был как раз прошлый понедельник вот как раз это было 160 сейчас уже 168 надеюсь вы воспользовались информации которые давал в прошлый понедельник вот сейчас в принципе можно прикрыть часть позиции если вы стояли уже тем более что очень хороший профит 8000 пунктов это очень хорошо ну даже 7 в принципе и посмотреть на берегу а что же происходит то есть прикрыться и посмотреть что будет происходить я бы наверное рекомендовал бы сделать хеджирующие позиции в паре рубль-доллар картинка выглядит примерно вот так и в общем то вполне себе возможен прорыв куда-нибудь выше на 87 и так далее и будет это скорее всего достаточно резко поэтому рекомендую купить может быть там колы какие-нибудь восьмидесятые или что-то из этой серии мартовские мало ли что в общем на следующую половину года я бы на подстраховался бы ну вот такая у нас ситуация по состоянию на понедельник несколько дней назад обсуждали в комментариях после вот этой всей просадки сильной на крипто рынке когда bitcoin упал там альты упали все упало как правило часто после таких вот просадок появляются люди которые которые по каким-то причинам либо не верят в крипто индустрию либо просто не хотят верить потому что они там не поучаствовали а сейчас уже как бы поздно как им кажется да хотя не самом деле не поздно ну в общем есть какие-то свои причины в общем не очень любить крипто тему и все что с ней связано и вот как правило вот после как каждых таких вот после сильных просадок появляются такие люди пишут что вот все пропало наконец-то bitcoin получит свое по заслугам то есть это пузырь он лопнет и все останутся ни с чем у меня по крайней мере есть фейсбуке такие люди не знаю как у вас то есть я подписан на достаточно широкий срез финансовой тусовки российской да и не только российской так вот и в одном из обсуждений вот собственно с тоже достаточно известным человеком в узких финансовых кругах григорием исаевым вот я понял по комментариям что не все люди понимают вообще в принципе а что вообще дает крипто индустрии вообще чем она инновационная вообще инновационно ли она то есть многие считают что это ну как бы такая к это вот ммм какой-то который сделан для того чтобы изъять денег у лохов там да и ну как бы или просто там как-то для обогащения вот это вот вся история как-то придумано да и поэтому ее не стоит рассматривать потому что это все фигня и в конце концов ее прихлопнут регуляторы и поэтому не стоит тратить никакого никакого смысла вообще за этим следить нет вот такая точка зрения присутствует и вот что удивительно я понимаю там людей которых там не у которой не очень разбираются в в принципе как устроены финансы инновации то есть что вообще как это происходит все но вот например даже григорий достаточно уважаемый человек высказал такую точку зрения что якобы что там крипто индустрии что она вообще миру то дала и на что я довольно эмоционально ответил да в общем то за один год в крип крипто индустрии происходит больше инноваций чем за 10 лет фиатном мире вот ну и хотел немножко так по мотивам этой дискуссии рассказать вам а что же собственно какие же инновации есть потому что многие люди вообще не очень понимают а что же привносит какая вообще смысл какой общего bitcoin например какая у него какая у него суть вот bitcoin позволяет перемещать деньги максимально удобно без банков то есть без посредников и без центробанка то есть bitcoin это и фрс одновременно и одновременно и банки то есть для у банков что ну банки это swift это как большие комиссии то есть 25 долларов минимум до за за swift то и больше если несколько банков корреспондентов это сутки идет идут деньги минимум до бывает быстрее но это как правило там либо европейская система сепа либо там просто рядом банки вот то есть это долго это дорого bitcoin это убирает то есть ты можешь перенести ценность на другой конец света за пять минут и недавно была транзакция на 3 миллиарда за 10 долларов да где что может перенести переместить 3 миллиарда куда угодно в любой конец света и это будет 110 долларов вот она ценность да то есть это демократизация рынков избавления от посредников ненужных да не нужно посредники а вот но об этом можно говорить долго например следующая история дефай децентрализованные финансы то есть я вот пример приводил пример который григорий был бы наверно как я надеялся понятен это а м м то есть вот автоматический маркет-мейкинг то есть ну наверное все кто там в индустрии как ты знаешь такой маркет-мейкинг это котировки котирования там каких-либо инструментов да когда ты создаешь рынок условно маркет-мейкинг это буквально создать рынок до создаешь рынок на какой-то инструмент стоя в стакане то есть позволяет другим делать сделки поддерживая какую-то котировку там до buy sell вот так вот собственно дефай децентрализованные финансы они демократизировали этот рынок и маркет-мейкером теперь можно стать любой то есть если ты идешь на юнисвоп у тебя тебе достаточно только мета маска то есть только кошелька ты можешь буквально несколько кликов настроить котировку любой какой-то пары там доллар эфир там или стейбл коин еще какой-то еще какой-то стейбл коин то есть вот вот это все ты можешь настроить и получать зарабатывать из этого деньги если раньше собственно никто не мог кроме узкоспециализированных людей типа как раз вот там людей кто профессионально этим занимается маркет-мейкингом вот получать от этого какой-то какой-то профит а сейчас это может делать собственно любой человек и это революция это инновация то есть что вот это именно та инновация которую привнесла криптоиндустрия одна из этих инноваций таких инноваций на самом деле очень много вторая инновация допустим тоже очень буквально вот последнее это game fight то есть представляете куча людей которые там дети чьи-то там да даже взрослые просто кто любит играть а теперь начинает зарабатывать на этом деньги то есть они так просто просто так тратили время условно говоря сейчас они получают какие-то деньги но тоже инновация да тоже как бы грандиозная штука которая изменит мир то есть game fight тоже вещь которая абсолютно инновационно она демократизирует ту сферу да то есть если раньше от игровых каких-то от игры вообще получали доход производители игры то сейчас это могут делать обычные обычные люди то есть обычный человек может играть и получать доход от этой игры ну как бы и таких инноваций на самом деле очень много очень много то есть крипто и крипто криптоиндустрия она привносит инновации в практически во все сферы жизни потому что технологии сам все революционная но вот некоторые до сих пор этого не понимают и для них я хотел немножко вот хотя бы такими примерами объяснить для даже вот просто буквально открыть счету брокера американского европейского загрузить даке васи аймэль пройти это ну несколько дней минимум а метамаск дефай и метамаск это собственно в 30 это в браузере происходит все то есть и в браузере можешь торговать децентрализованные например бессрочные фьючерсные контракты то есть ты можешь не открываешь и вот не заморачиваясь просто по как бы из метамаска несколькими кликами взять десятое плечо на bitcoin usd или на какой-то токенизированную акцию то есть куча вообще возможностей на самом деле ну вот как обычно как также как apple сделала не придумала ничего супер нового просто сделала удобным то что уже было также и инновации крипто инновации сделали возможным то что в общем то уже было но она была неудобным она была долгим и так далее вот собственно вот такая вот история так что друзья мои во многом эта сфера на революционные меняет жизнь ну а что касается фиатной истории то есть что произошло инновационного фиате наверное вот то что григорий мне ответил это вот то что сделали очень удобный интерфейс для торговли и торговлю без комиссии то есть это тинькофф сделал в россии там революции сделал robin good вот такие вот сервисы которые сделали торговлю без комиссии достаточно удобные и вот юзабилити это главное то есть можно теперь очень удобно торговать из телефона наверное это самое революционное что произошло в классических финансов за последние пять лет так что вот так друзья хорошего вам недели удачи и классных трейдов 9 декабря состоится национальный платежный форум платежная индустрия россии безналичные цифровые платежи защита потребителей финансовых услуг цифровое неравенство конкуренция на платежном рынке изменения платежных сервисов государственная политика на платежном рынке эти и другие вопросы в дискуссии и выступлениях ведущих финансовых экспертов главные партнеры форума процессинговый центр карт стандарт центр финансовых технологий золотая корона партнеры форума фактура ру система город 9 декабря в 11 часов по москве национальный платежный форум в онлайн формате на канале фин версия регистрация на форум по ссылке в описании под этим видео